Привет всем друзья! Сегодня с вами снова Владимир, и сегодня второй выпуск самых лучших игр для операционной системы Android. Доступных совершенно бесплатно в Google Play для смартфонов и планшетов. Итак, давайте приступим. Первая игрушка, которую я хочу вам показать, называется Mission Sword. Игра относительно молодая, в Google Play она всего-навсего месяц, но пока она не доведена до идеального состояния. Во всяком случае, так полагает автор программы, потому что апдеты выходят чуть ли не каждый день. Поэтому обновлять ее придется часто, но так как она совершенно бесплатна, ничего страшного в этом нет. У нас имеется раздел с ачивками, то есть мы можем играть, соревноваться с самим собой, просматривать весь этот перечень. Я этого делать не буду, пускай это для вас будет сюрпризом, а на самом деле игра безбашенная. Итак, давайте пройдем с того места, где я остановился, и немножко сделаем звук потише. И смотрите, визуальный стиль игры, ну это по сути мультик. То есть действительно возникает такое впечатление, что мы играем в мультики, либо в комиксе, и выглядит это здорово. То есть такое вот мультипликационное насилие, вроде бы как в эту игрушку можно играть и детям, потому что я по ходу игры ничего страшного в ней не видел. То есть никакой крови, вспышки, всплески, очень красивая драка, но, я не знаю, наверное, такой же подход был в мультиках покемон, то есть все ярко и красиво. По ходу пути это платформер, но должны проходить всевозможные препятствия, прыгать по платформе и параллельно рубить монстров. Из того, что доступно главному герою, это перемещение влево-вправо, прием додж, когда мы быстренько приближаемся к врагу, прыжок и, в принципе, удар. Удар сильный, когда мы метаем кольцо энергии, удар чуть-чуть посильнее, когда мы делаем вот такую вот раскрутку. И самый мощный, самый долгий удар, это, в принципе, разрушитель, когда мы прыгаем сверху на врагов, после чего они разлетаются в различные стороны. И также имеется прокачка, то есть это своеобразная РПГшка. И золото, то есть мы можем прокачиваться как по опыту, так, если у нас опыта не хватает, но мы хотим прокачаться за золото. И в игре даже нету доната, то есть, в принципе, очень-очень круто. Ну и золото, естественно, падает с врагов. Итак, давайте посмотрим на механику боевки. Сейчас появятся враги, об этом символизирует восклицательный знак. Ну и в качестве врагов выступают вот такие вот какие-то аморфные кролики. Выглядит очень глупо, но, не знаю, вот такие вот ящерицы, которые стреляют в вас из пушек. И классическое вот это вот Гоу напоминает Дабл Дрэгон и другие игры. Опять пошли препятствия. И вот так вот мы путешествуем по королевству, стараясь... Опа-опа-опа, враги прыгать не получится. Какие-то луковицы с ногами. И вот так вот мы перемещаемся по королевству, чтобы дойти до конечной цели. Здесь имеется сюжет, я не буду говорить, что он из себя представляет. Но сам сюжет трактуется через, не знаю, через тайтл-экран. Это, в принципе, как по-русски, ну просто опускается вот такая вот шторка. И там текстово рассказывается, что вот в игре в королевстве произошли такие-то, такие-то события. А! Чуть не упал. И наш могучий рыцарь отправился на поиски истины. И, в принципе, отправился тупо всем навалять как следует. Чекпоинт. Мы сохранились, пополнили жизни и побежали дальше. Опять нужно прийти преодолеть преграду. Лучше всего для этого подходит прием с раскрутки, потому что мгновенно сносит вот этот вот забор. И погнали дальше. Ближе к концу каждой локации, каждого уровня, количество супостатов будет расти просто, ну, неимоверно в большом количестве и просто, ну, ближе к концу у вас будет такой вот сериус Сэм Слэшер. Вот. После чего начинается новый уровень и новая локация. То есть, если вначале я путешествовал просто по полям, по различным горочкам, то теперь у меня появились пропасти, препятствия, прыжки. И, в принципе, дальше, наверняка, думаю, будет что-то интересное, потому что, если мы посмотрим на глобальную карту, то у нас имеется не просто зеленые территории, у нас также имеются и, давайте посмотрим, заснеженные пустыни, какой-то вот каменный остров, замок. И, в принципе, я думаю, игрушка будет интересная. И следующая игра, на которую я хочу посмотреть, эта игрушка выполнена в жанре рейсинг. Называется игрушка Fast Racing. Очень такая простая игрушка, весит всего-навсего 50 мегабайт, но, вы знаете, в этих 50 мегабайт очень и очень много скрыто потенциала. Это гоночки. Давайте мы выберем карьеру. Я просто покажу смысл игры. Я полностью заработал все звезды на режиме Beginner, начало. И сейчас прохожу стандарт. То есть, до эксперта я пока не дошел. И давайте возьмем стандартный уровень сложности. Выбираем трассу. Здесь несколько трасс, но они представлены в таком исполнении, как одна и та же трасса, на ней несколько режимов игры. Плюс, имеется вариант этой трассы, если мы ездили в начале с точки А в точку Б, то обратно маршруты с точки Б в точку А. Режим выживания, режим доминирования, в принципе, гонка на скорость и обычная гонка. Давайте возьмем обычную гонку. Кстати, нет, этот уровень я брать не хочу, потому что пройти его у меня пока не получается. На самом деле, сложный уровень. Вот, можно поиграть попроще, здесь враги послабее. Итак, в принципе, за каждую медаль, за достижение первое, второе, третье места мы получаем ранг. И за этот ранг мы получаем деньги. То есть, в принципе, мы зарабатываем деньги на дальнейшую прокачку машины. Итак, сейчас у нас будут доступны несколько болидов. Я вам покажу, какой здесь перечень автотранспортных средств. И, в принципе, вот машины, пока доступные мне, две штуки, я их уже прокачал. Вот этой вот рекламы раньше не было. Она появилась в апдейте. И, следовательно, я ее в любом случае порежу лаки патчером. Давайте посмотрим режим кастомизации. Мы можем менять цвет машины. Мы можем нанесить виниловые покрытия, но их не так много, как хотелось бы. И, в принципе, менять цвет тонировки наших стекол. Можно провести прокачку машины. Но я ее полностью прокачал. И, в принципе, обе машины у меня полностью прокачаны. То есть, сейчас я просто собираю деньги на новую точилу. Итак, перед каждым заездом вы можете взять себе временный буст паки. Причем, в отличие от многих игр, они доступны за внутреннюю валюту. То есть, вкладываться реальными деньгами в эту игру не нужно. Но авторы такой возможности не исключают. То есть, если вы, не знаю, криворукий или вам очень сложно играть в эту игру. Хотя здесь все очень просто. Вы можете вложиться деньгами. Это ваш выбор. Это ваше право. Если вы, как и я, не предпочитаете не тратиться понапрасну, вы можете тратить внутри игровые деньги. Но, допустим, лучше сцепление. Пускай у меня будет на самом старте нитро и первая позиция. То есть, я потратил 9000 баксов. И это 9000 баксов, которые я заработал в игре. Теперь давайте поставим еще около 1000 долларов на то, что я выиграю. То есть, вы можете ставить на себя ставки. Если вы выиграете, вы, разумеется, еще получите сверху целый косарь. И, в принципе, за один заезд вы можете заработать в среднем около 6-7 тысяч. В зависимости от того, какое место вы выберете. И, в принципе, это здорово, потому что по трассе у нас также разбросаны деньги. Итак, графика сделана как в Sega, но я ничего страшного в этом не вижу. Управляем акселерометром. Можно управлять с помощью виртуального руля, что мне кажется не очень удобным. Игрушка прикольная, но я еще раз говорю, она весит 50 мегабайт. И не надо сравнивать ее с такими мастодонтами игровой индустрии. А именно гонок, как Need for Speed, в принципе, Toco Race Driver, Ridge Racer и прочие другие проекты, доступные как на Android, как на iOS, так и на портативных приставках. Потому что эта игрушка все-таки бесплатная. Поэтому к ней мы будем предъявлять меньше требований. В общем и целом, враги сейчас не могут за мной гнаться. Это за счет того, что я использую густерпаки. То есть, как я уже сказал, если у вас не очень хорошо получается гонять, вы можете с помощью внутриигровой валюты, которую вы заработали своим кровью потом, на более сложных уровнях читерить и, в принципе, обходить сложные трассы. Они здесь попадаются. То есть, периодически очень-очень легко. Потом попадается трасса, на которую вы проходите раз 20. То есть, ну, очень сложно, но при всем при этом, даже 20 раз пройдя трассу, вы за каждый заезд получаете, в принципе, 20 раз денежные, не знаю, как сказать, поощрения. То есть, в принципе, каждый реплей, ретрай, он денежно вознаграждает, причем в очень больших суммах. Пройти ее можно без каких-либо проблем. Причина, почему я не хочу уделять ей так много времени, потому что следующая игрушка мне нравится намного больше, это Fighting Tiger. То есть, дерущийся тигр, игрушка одного человека, у него таких проектов в Google Play 3 штуки. Это игра, посвященная карате, кунг-фу, и мне очень нравится. То есть, я люблю Джеки Чан, я люблю Брюса Ли. И возможность поиграть, в принципе, каратистам тоже меня очень-очень порадовала. Можно выбрать уровень громкости, можно выбрать режим Easy Hard. В принципе, линия, которая будет указывать нам путь, Direction Line. И Out of Face, автофокусировка на врагах. Я этого делать не буду, на выбор нам предлагается женский персонаж и мужской персонаж. У каждого персонажа свой скин. Я выбрал вот такого вот чувачка. Есть история, мы ее с вами пропустим и смотреть не будем, прочитайте сами. Самое главное здесь не сюжет, самое главное здесь битвы, что мне в принципе и нравится. Каратэ. Вот такой вот у нас маршрут, запоминаем его, потому что карта позже доступна не будет. И погнали. Не взял я костюм Брюса Ли только из уважения к этому, не знаю, персонажу, к этому очень-очень великому человеку. Потому что, ну, они вставили сюда костюм из убить Билла, что, на мой взгляд, ну, не знаю, сразу ассоциации с Брюсом Ли. Всевозможные комбинации, то, что все так легко получается. Ну, я уже привык, я, честно говоря, в нее играл. Можно делать удары, можно делать захваты, можно, в принципе, бить ногами, можно делать всевозможные кувырки, можно уворачиваться. И вот этой вот игры в Google Play имеется несколько вариаций. То есть, вообще, этот разработчик, это, как я уже сказал, один разработчик, он делает эту игру, и он, в принципе, выпустил 3 или 4 версии этой игрушки. Во-первых, под различные устройства, то есть, если у вас очень мощный девайс, вы можете выбрать более, скажем так, более улучшенную версию. Там имеются взрывы, то есть, главный герой может кидать коктейль молотовый и прочее-прочее. У меня середнячок, и есть версия вообще с очень плохой графикой, очень старая, но она будет работать даже на устройствах под архитектуру ARMv6. То есть, пользователи таких вот устройств, на которых всего-навсего 800 МГц и меньше, могут запустить эту игрушку на своих устройствах тоже. Итак, нам указывает стрелочка, куда нам нужно двигаться, можно поменять камеру, в принципе, можно ее привязать, можно сделать ее свободной, как у меня. Можно центрировать изображение, куда смотрят герои, можно метать шурикены, можно делать кулырки-подкаты, можно хватать, как я уже сказал, бить ногой и, в принципе, бить кулаками. В зависимости от того, какие вы комбинации делаете, главный герой ведет себя по-разному. И это здорово. Если кто играл в игрушку Bruce Lee the Story на Super Nintendo, очень старая игрушка, но это классика, наверняка все-таки кто-то из вас доиграл, потому что приставки раньше были почти у всех, то вот там точно так же, в зависимости от положения героя и от того, сколько врагов его окружает, у него комбинации ударов вариатировались. И здесь, в принципе, точно такая же возможность, и это мне нравится. То есть, хотим схватить его, ударить кулаком, делаем это, хотим ударить его ногой, делаем это. Вот так вот. Здесь еще имеется режим берсека, когда главный герой начинает психовать, он очень многих завалил, и здесь появляется такой вот огненный человек. Ну, пока никто трудностей мне не составил, поэтому режим берсека вот появился, линия полностью заполнилась, и давайте включим его. Ну, теперь герой подобно просто машине для убийства, все его удары очень сильные, и враг попросту отлетает. Вот такая вот игрушка, позволяет скоротать время, скажу честно, она мне нравится, она очень интересная, но проблема в том, что, как я уже сказал, эту игру делает один человек. И со временем, ну, когда будет третий, четвертый уровень, вам покажется, что это какая-то монотонная игра. То есть, тупо бьете людей, и как бы, ну, не очень становится интересно. Но, с другой стороны, весит она всего-навсего 100 мегабайт, что тоже очень мало, и можно скачать даже с обычным 3G. С вами был Владимир, подписывайтесь на канал, комментируйте, дальше будет еще интересно, увидимся через 3 дня, всем пока!